МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 19-я годовщина Национального совета Западной Армении. Список депутатов парламента Западной Армении третьего созыва. Законодательные выборы в Западной Армении Грифор Амирзаян. У амшенцев западноармянское генетическое происхождение, а не среднеазиатское. К призыву политических и гражданских сил Арцаха к международному сообществу уже присоединились более 200 организаций. Делегация Конгресса местных и территориальных властей Совета Европы посетит Восточную Армению. В эпоху новых коммуникационных технологий дезинформация часто используемая для влияния на общественное мнение стала проблемой во всем мире. Рафей Куртушан. 17 декабря состоялась встреча с ЗУМ, организованная Национальным советом Западной Армении. Встреча была посвящена 19-й годовщине Национального совета Западной Армении. В ходе встречи президент Республики Западной Армения Арменак Абрамян отметил, Армянский национальный совет Западной Армении выражает единую волю армян в изгнании, реализующий чаяние всех армян к восстановлению исторической справедливости. Арменак Абрамян отметил все пункты декларации о праве Западной Армении на самопределение, подписанные в 2004 году в Шуши. Армения, получившая название Турецкая Армения, будет переименована Западную Армению Айреник. Западная Армения Айреник будет иметь свой флаг, герб и национальный гимн. Западная Армения Айреник является автономным государством с высшей национальной властью, независимостью и полномочиями. Исключительно национальную конституцию и правосудие Западной Армении Айреник. Гарантом Западной Армении Айреник сегодня является ее народ в изгнании, который будет осуществлять свою власть непосредственно через своих представителей, основываясь на конституции и законах. Право выступать от имени Западной Армении Айреник принадлежит исключительно Национальному Совету. Членами Западной Армении Айреник являются все, кто может обосновать свой статус изгнанника и происхождение, даже через несколько поколений. Члены Западной Армении Айреник находятся под защитой и поддержкой Национального Совета. Национальный Совет гарантирует всем свободу и равенство. В целях обеспечения безопасности людей и имущества неприкосновенности границ Западная Армения Айреник создает свою оборонную структуру, государственные органы и общественную безопасность под юрисдикцией Национального Совета. Западная Армения Айреник самостоятельно управляет регулированием вопросов в национальной службе каждого из членов. Силы обороны Западной Армении Айреник могут быть размещены исключительно по решению Национального Совета под Верховным командованием председателя Национального Совета. С точки зрения международного права Западная Армения Айреник проводит независимую внешнюю политику, поддерживает прямые отношения с другими государствами и участвует в деятельности международных организаций. Национальное богатство Западной Армении Айреник – это народ, земля, воздушное пространство, вода и другие природные ресурсы. Экономический, интеллектуальный, культурный потенциал составляет нацию. Контроль за их управлением, довольствие и владение ими определяется законодательством Западной Армении Айреник. Западная Армения Айреник определяет принципы своей экономической системы, управляет регулированием системы. При необходимости может создать свою валюту, свой национальный банк, свою систему финансовых кредитов, налогов и других услуг, основанных на различных формах собственности. Национальный Совет гарантирует свободу слова, прессы и совести, разделение законодательной, автономию и исполнителей судебной властей, систему профессиональных союзов, плюрализм и мнений и аполитичный характер государственных служащих сил обороны. Национальный Совет гарантирует, что западноармянский язык будет использоваться как государственный во всех сферах. Национальный Совет создает свою собственную систему образования, развития науки и культуры. Национальный Совет является мощным органом, ответственным за международное признание геноцида, совершенного турками на его территории Западной Армении Айреник, оккупированный с 1894 по 1923 год. Национальный Совет обеспечивает переселение потомков, изгнанников, параллельно будет сопровождаться возмещением ущерба путем создания международного фонда, в основном финансируемого государствами, признанными ответственными за геноциз, совершенный против армян. Настоящая декларация служит основой для разработки Конституции Западной Армении Айреник, а до ее утверждения основой для принятия законов и внесения изменения в действующую Конституцию, также для функционирования национальных органов власти и разработки нового законодательства. Шуши 17 декабря 2004 год. Национальный Совет армян Западной Армении. Национальное собрание Западной Армении является высшим законодательным органом Западной Армении. Выборы в Национальное собрание Западной Армении третьего созыва состоялись в декабре 2023 года. В новом парламенте будет 62 депутата. По сообщению Центральной избирательной комиссии, первое заседание новоизбранного парламента состоится в январе. Депутаты Национального собрания Западной Армении третьего созыва. Вреш Абрамян, Жан Газароссян, Арменак Абрамян, Лидия Маркосян, Нелли Аручинян, Седа Мелекян, Гайанет Атэвосян, Бенямин Оганисян, Симон Таронян, Андраник Пертакян, Сарки Стамбулцян, Арман Хачикян, Вартан Симонян, Арамас Арбагян, Шат Ергатян, Арек Пилванкиян, Сарки Снароян, Маргарита Давцян, Цурен Шаумян, Паруй Шаумян, Арман Григориян, Арман Хачатриян, Армен Педоян, Рач Яган, Ованез Давцян, Вреш Абеджян, Наринэ Саакян, Симон Гаспарян, Мурат Суренян, Ашут Аручинян, Марията Думикян, Каринэ Григориян, Александро Дорумян, Виолетта Агайян, Арман Акопян, Арменуи Саакян, Вартан Зариникян, Заруи Хачатриян, Мардирос Какоян, Анаит Оганян, Арарат Оганисян, Самуэль Джулиян, Вазгин Сислян, Рейник Абетисян, Хачик Айджанян, Мирта Сачян, Александр Назарян, Лала Асликян, Патилия Абрамян, Арапах Леванян, Мартин Ханян, Рузан Махитарян, Оганес Манукян, Нунэ Балаян, Анна Григориян, Грикор Амирзаян, Симон Мелконян, Хосров Иллиозер, Армен Абдалян, Арман Масгер Тян, Игорь Азарян, Сюзи Вартанян. Депутат Национального собрания Западной Армении третьего созыва Грикор Амирзаян опубликовал видео в микроблоге, которому добавил Симон Мелконян, Грикор Амирзаян, Хосров Иллиозер и Ованес Манукян избраны депутатами парламента Западной Армении. В мае прошлого года избирательная комиссия парламента Республики Западной Армении представила список из 114 кандидатов в парламент Западной Армении на парламентские выборы 2023 года. В список из Валенсии и прилегающего региона включены четыре кандидата парламентских выборов Симон Мелконян, Грикор Амирзаян, Хосров Иллиозер, Оганес Манукян, которые были избраны. Предвыборная кампания, включающая десятки онлайн-встреч и дебатов в приложении Zoom, объединила группы, сформированные для представления интересов Западной Армении, чтобы заявить права на армянскую территорию, коренной народ, простирающийся от армянского Нагоря, которых кемалийская Турция называла Анатолией. Десятки тысяч граждан Западной Армении, гражданства которых признана ООН, проголосовали за предпочтительного кандидата. Подведены итоги онлайн-голосования. 62 кандидата, набравших необходимое количество голосов, 15 декабря были избраны депутатами от Западной Армении сроком на один год. Видеообращение депутатов Симона Мелкуняна, Грикора Амирзаяна, Хосрова Ильозера и Ованеса Монокяна доступно на нашей YouTube-странице Western Armenia TV. Онлайн-сервис «Геноплод», предназначенный для визуализации генетического происхождения, опубликовал статью, подтверждающую, что амшенцы имеют западноармянское генетическое происхождение, а не среднеазиатское. В статье отмечается, что амшенцы – это изолированная географическая группа армян с сильной этнической идентичностью, которые в первые десятилетия начала XX века проживали на территории Понта, на южном побережье Черного моря. Ученые имеют альтернативные взгляды на их происхождение, предполагая, соответственно, Восточную Армению, Западную Армению и Центральную Азию в качестве их наиболее вероятной родины. Онлайн-сервис «Геноплот» для проверки, подтверждают ли генетические данные о неконъюгирующей части юхромосомы к какой-либо из этих предположений, провели 12 биолиллярных и 6 микросателлитных маркеров юхромосомы у 82 мужчин-армян амшенского происхождения. Данные были сопоставлены с соответствующими данными репрезентативного населения из трех регионов. Генетические различия между амшенцами и другими группами значительны и подтверждают гипотезу об армянском происхождении амшенцев, указывая на Центральную историческую Армению как на родину исконного населения. Вывод еще больше подтверждается результатами анализа смесей, которые не подтверждают гипотезу о Центрально-Азиатском происхождении амшенцев. Ценности генетического разнообразия и модели генетической дистанции предполагают высокую степень генетической изоляции амшенцев в соответствии с сохранением четкого и древнего диалекта армянского языка. Первый актуальный и основополагающий документ, принятый после произошедших в сентябре 2023 года в Арцахе трагических событий, получил широкую поддержку арцахцев. Все подписи под ним поставили избранные руководители десятков сельских общин всех административных районов Арцаха и избранные меры всех городов республики, в том числе мэр столицы Арцаха Степан Акерта. К гражданской инициативе присоединились 8 политических партий, в том числе партия, имеющая вторую по численности фракцию в парламенте Арцаха. 16 средств массовой информации, включая республиканскую газету «Азад Арцах» и общественное телевидение Арцаха, несколько десятков общественных организаций, в том числе такие организации, как Федерация профсоюзов Республики Арцах и Союз офицеров запаса. Инициатива получит свое логическое развитие. Сбор подписей под призывом политических и гражданских сил Арцаха к международному сообществу продолжается в режиме онлайн. Делегация Конгресса местных и территориальных властей Совета Европы совершит ознакомительный визит в Ереван и Мэрию Масиса для дальнейшего рассмотрения заявления «Куманитарная ситуация в Арцахе и прилегающих городах и регионах». Об этом сообщили в Конгрессе местных и территориальных властей. В составе делегации докладчики Берн Верингер из Германии и Брайони Раткин из Великобритании. Докладчики проведут встречи с министром территориального управления и инфраструктур Армении Гнелом Санусяном и министром труда и социальных вопросов Нареком Макарчаном. Делегация также встретится с представителями общин Арташата, Еревана, Гориса и Раздана. Запланированы также встречи делегаций с офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев и представителями Армянского общества Красного Креста. Делегация Конгресса посетит и общину МАСИС, чтобы встретиться с представителями местных властей. Заместитель директора Армянского фонда изучения архитектуры Рафик Гортошан в беседе с ТЭП АЭМ коснулся шума вокруг верхней мечети Гуар-Агав-Шуши. Гортошан отметил, мечеть построена в 1883-84 годах во времена Российской империи. Религиозная принадлежность мусульманско-шиитская. Примечательно, что зарубежные авторы называли местное мусульманское население кавказскими татарами, мусульманами, мусульманами-шиитами, персами-шиитами. Название какой-либо другой национальности не упоминалось. Архитектор мечети Сафахан родился в Ахаре, Иран в 1817 году. Архитектурный стиль соотносится с Исфаханской школой иранской исламской архитектуры. Сохранившиеся надписи написаны на арабском языке как на языке Корана и персидском языке как языке религиозной ветви. Архитектор Сафахан построил ряд мечетей в Арцахе во времена Российской империи. В оставленных надписях он упоминает дату постройки и свое имя. Построено архитектором Сафаханом Кербелинским и место Карабах. Карабах намеренно часто представляется как место его рождения, которое, однако, судя по стилю арабской надписи, явно не является таковым. Касаясь дезинформации, распространяемой Баку в связи с верхней мечетью в Шуши, Куртушян отмечает, в эпоху новых коммуникационных технологий дезинформация, часто используемая для влияния на общественное мнение, стала проблемой во всем мире. Азербайджан также проводит подобную политику на протяжении 30 лет, когда широко и на высоком государственном уровне используют силу дезинформации против права на существование народа Арцаха в своей гибридной борьбе. Еще с 1994 по 2014 год, когда мечеть была в плачевном состоянии, Баку манипулировал фейковыми фотографиями о том, что армяне якобы осквернили мечеть. На самом деле, как гласит табличка рядом, она охранялась государством. И эти фейковые фотографии использовались даже спустя годы после ремонта мечети. Скажу больше, минорет в 1991-1992 году использовался азербайджанскими военными как опорный пункт, где было установлено устройство для подъема боеприпасов. В рамках форума «Аврора» и по инициативе фонда «Возрождение восточного исторического наследия» и под патронажем Республики Арцах в 2014-2019 году была проведена реконструкция мечети Гуар в Шуши, которая вроде не должна была вызвать недовольство и протест, но произошло обратное. События, связанные с реконструкцией мечети, превратились в непрерывную цепочку гибридной дезинформации. Азербайджан не довольствовал, что армяне, реконструируя мечеть, хотят изменить реальность, подделав надписи и изменив архитектурный стиль, чтобы представить ее как иранскую. Следовательно, это большой удар по мирным переговорам. Даже чтобы отменить Венскую конференцию по защите армянских памятников в Арцахе в 2021 году, посол Азербайджана в Австрии направил организаторам конференции письмо, в котором содержались фейковые фотографии. Кроме того, фотография другой мечети была представлена как мечеть Гуар-Ага. Новая волна дезинформации появилась после оккупации Шуши азербайджанской армии, когда ремонт, проведенный армянской стороной, начал приписываться Азербайджану. В мае 2021 года выяснилось, что был добавлен только ковер и нескольких других поверхностных деталей. И это представлялось как капитальный ремонт. Даже когда в июне 2022 года Эрдоган гулял в Шуши с Алиевым, последний приписал себе пятилетний ремонт, сделанный армянской стороной. На вопрос, повредила ли как-то, реставрация мечеть Кортошан ответил. Реконструкция проводила в соответствии с архитектурой и требованиями этой духовной структуры. По согласованию с иранскими специалистами и даже при их участии. Никаких изменений в архитектурном стиле не произошло. Каменные части здания были отремонтированы, а в кирпичных частях произведен локальный ремонт, а также достроены верхушки минаретов. В частности, кирпичные секции и минарет были отремонтированы опытными мастерами, приглашенными из иранского города Тебриза. Фактически мечеть Верингуар-Ага построена армянами Шуши для Национального совета Западной Армении не иранская, не татарская, не турецкая. Она исключительно армянская, которая позволяла мусульманским армянам совершать обряды. И в завершении новостей послушаем песню Лусника Амшен. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Спасибо. Спасибо.